Страсти вокруг русского корабля в Грузии не утихают. На прошлой неделе грузинские активисты уже встретили лайнер с российскими туристами, остановившиеся в Батуми. Рано утром в понедельник в Батуми приплыл очередной корабль, который протестующие ждали в ночь с воскресенья на понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok С самого утра там же находилась полиция, которая задержала нескольких участников акции. Протестующие анонсировали еще одну акцию на вечер, на которой они намерены требовать, чтобы задержанных людей отпустили. Идентичная акция солидарности была также запланирована на 7 часов вечера в Тбилиси. Почему в принципе у общественности вызвало такое негодование прибытие данного судна? Можно было бы сослаться на то, что все дело в россиянах, но как бы куда больше людей из России прибывают в Грузию самолетом, либо на машине. И протестных акций по такому поводу не происходит. Ситуация с лайнером отличается. Во-первых, тем, что прибытие судна с россиянами явление для нынешней Грузии непривычное, потому по умолчанию вызывает больше внимания. Во-вторых, некоторые из прибывших уже успели отметиться крайне враждебными для Грузии высказываниями и, по сути, сами признавались в том, что нарушали закон Грузии об оккупированных территориях, который запрещает посещать Абхазию не через территорию Грузии. Также, если я правильно понял, то на борту этого корабля были какие-то российские артисты, которые поддерживают Путина и тоже нарушали закон об оккупированных территориях. Я категорически против того, чтобы люди, которые поддерживают Путина, а уж тем более те, кто нарушал закон об оккупации, приезжали в Грузию. Однако, честно говоря, у меня такое ощущение, что если бы те же самые люди приехали сюда не на корабле, а самолетом или сухопуткой, то никто бы и не обратил никакого внимания. На приезжих обычных россиян в целом грузинам все равно. Они к этому привыкли и никак, по большому счету, на это не реагируют. Они с ними в основном не контактируют и в их жизни эти приезжие никакой роли не играют. Даже когда в Грузию приезжали всякие путинские пропагандисты по типу Тимати, я не помню каких-то массовых недовольств по этому поводу. И это, кстати, печально. Здесь просто все так совпало, что впервые за много лет россияне приплыли на корабле. Это происходит в период, когда Россия ведет полномасштабную войну в Украине. И еще некоторые из этих приезжих начинают рассказывать о том, что Абхазия не Грузия, Россия не оккупант. Само собой, многим людям подобное не понравится и они выйдут на протест. Ничего удивительного в этом нет. Но как понять, какое количество прибывших в Грузию людей из России поддерживают Путина, войну, оккупацию и так далее? При нынешней ситуации это практически невозможно сделать, если только они сами не станут об этом рассказывать. Приехал ли он на корабле, на машине или прилетел самолетом при отсутствии визового режима и какого-либо особого контроля, никак невозможно проверить, что из себя этот человек представляет и какие взгляды исповедует. Однако я уверен, что ватник не сможет долго находиться в Грузии. Потому что здешняя атмосфера не предполагает комфортного проживания для таких людей. Я записываю это видео еще до начала вечерних акций протеста. И на данный момент я не знаю, что именно будет на них происходить. Люди выходят протестовать и их недовольство вполне понятно. Хотя, опять же, дело тут главным образом не в том, что кто-то прибыл на корабле, а в том, что Грузия имеет суперлиберальный визовый режим, при котором крайне сложно детально проверять каждого приезжего. Вне зависимости от того, каким видом транспорта он сюда добрался. В то же время грузинское государство, скорее всего, продолжит проводить уже привычную для себя политику, которая заключается в попытке максимального нераздражения России. Всегда, когда общественность протестует против чего-либо, связанного с Россией, представители грузинской власти стараются максимально от этого дистанцироваться, чтобы, с одной стороны, люди выпустили пар, с другой, чтобы не навлечь на себя негодование Кремля, который скажет, что грузинские власти ущемляют несчастных русских. Бедзина Иванишвили прекрасно понимает, что если его режим станет неугодным Путину, то он ставит себя в рискованное положение. После 24 февраля уже стало ясно, что Путин считает, что имеет право вводить войска в соседнюю страну с целью силовым путем сменить там власть. В Украине он этого сделать не сумел, но Грузия это не Украина. Грузия это очень маленькая страна, которая, увы, не сможет противостоять российскому военному вторжению. Даже нынешняя ослабленная войной в Украине Россия все еще очень опасный сосед для Грузии. Получается, что внутри страны Иванишвили не может задавить какие-либо антироссийские настроения, ибо в таком случае он рискует столкнуться с уже революционными настроениями и потерять власть. Во внешней политике он не может сделать что-то, из-за чего его режим Россия сочет слишком враждебным себе, ведь в таком случае существует риск российского военного вторжения. А взять Тбилиси это куда более легкая задача, чем взять Киев. Как будет Бедзин и Иванишвили выходить из сложившейся ситуации? Думаю, что примерно так же, как и всегда. Власти постараются дистанцироваться от происходящих событий, позволят людям помитинговать, выпустить пар, возможно перейдут к задержаниям, если начнутся какие-то попытки перехода протеста в не совсем мирное русло, и по итогу все просто успокоятся. Приехавшие в Батуми на корабле россияне уедут обратно в Россию. Протестующие помитингуют и успокоятся, а власти будут стараться выглядеть приемлемыми и для грузинской общественности, ибо не препятствуют митингам, и для российского режима, ибо отрекаются от какой-либо публичной антироссийской риторики. Задача властей, во-первых, не настроить против себя большую часть общества, дабы избежать массовых внутренних волнений. Во-вторых, не разозлить Россию, дабы не оказаться в ситуации потенциального риска военного вторжения. Например, под эгидой того, что Путин спасает россиян от грузинского фашизма. Как показывает практика последних нескольких лет, пока что им это удается. Даже после ночи Гаврилова, когда МВД применило непропорционально большую силу по отношению к протестующим, режим Иванишвири нисколько не пошатнулся. Хотя в ту ночь несколько людей лишились глаза по причине стрельбы силовиков. Власти тогда поняли, что перегнули палку, и когда люди вышли протестовать на следующий день, то их уже никто не трогал и не разгонял. Все успокоились и митинги сошли на нет. Это, кстати, еще одна политтехнология грузинской мечты. Порой они могут отправить силовые структуры разгонять акцию, если она начинает переходить в немирное русло. А на следующий день, в случае повторной акции, они ослабляют хватку, никого не трогают, и постепенно людям просто надоедает стоять на площади и митинговать, и протесты сходят на нет. Бедзина Иванишвили, либо его советники и политтехнологи, хорошо понимают психологию грузинского гражданского общества. Он научился на ошибках своего предшественника Михаила Саакашвили, который порой был способен перейти к грань. Иванишвили старается грань не переходить, и даже если он подходит близко к красной черте, как это было в случае с ночью Гаврилова, то потом тут же ослабляет хватку и сдает назад, не позволяя зародиться массовому общественному недовольству. По итогам Гавриловской ночи председатель парламента ушел в отставку. По итогам протестов против закона об инуагентах, власти заявили, что отзывают закон. Они четко понимают, что в некоторых случаях нужно идти на уступки, чтобы не навлечь на себя гнев общественности. Я не знаю, как пройдет сегодняшняя акция, ибо, повторюсь, это видео я записываю незадолго до ее начала. Выйдет оно, наверное, примерно в то время, когда митинги уже будут проходить. Пока что мне видится два возможных наиболее вероятных сценария. Первый – акции пройдут тихо, мирно и спокойно. Второй – власти пойдут на задержание, а в случае повторных митингов ослабят хват, куда бы люди выпустили пар, успокоились, и акции постепенно сошли на нет. Это уже вполне себе обкатанная методичка, и пока что она успешно работает на руку грузинской мечте. На положении россиян, которые остались жить в Грузии, это вряд ли как-то скажется. Уже не в первый раз происходят якобы русофобские акции, однако пока что никого из русских никто не побил, и пинками ниоткуда не выгнал за то, что они русские. Они как спокойно тут жили, так и продолжают жить. На положении режима Иванишвили все эти события тоже вряд ли скажутся. У нас уже есть как минимум два похожих прецедента, и мы прекрасно знаем, что власти решают данные ситуации по примерно одному и тому же сценарию, так что какой-то интриги сейчас я уже не вижу. Все достаточно предсказуемо. Однако в любом случае продолжим наблюдать, и будем делать окончательные выводы уже по ходу пьесы. Продолжение следует...